Время новостей на телеканале ЖТСУ. Здравствуйте! В студии для вас работает Ануар Амагельдинов и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Сегодня в выпуске. Новый год в кругу семьи. В Алматинской области с сегодняшнего дня ввели запрет на проведение массовых мероприятий в увеселительных заведениях. Наряду с этим в регионе выставлены санитарные посты. О других мерах ужесточения карантина в области расскажет Руслан Нурмухамбетов. Режим карантина продлится 10 дней. Об этом стало известно на брифинге с участием заместителя Акима области Батржана Байжуманова. По словам спикера, ограничение коснулось новогодних утренников и праздничных собраний. Также до пяти вечера сократится время работы объектов торговли и количество посетителей в них. Лишь организации общественного питания смогут работать до 21.00. Все это контролируется мониторинговыми группами. Их в области 226. В неделю мы более тысячи объектов проверяем на соблюдение санитарных норм. Вместе с тем, некоторые объекты продолжают нарушать карантинный режим. Я, к примеру, хотел сказать, новый караоке-бар пригласил известных звезд, провел массовые мероприятия, не запустил мониторинговую группу, тем самым нарушил требования главного санитарного врача. Я прошу предпринимателей не допускать такие нарушения. За последние сутки в регионе выявлен 61 случай заболевания. Стоит отметить, в сравнении с прошлым месяцем количество инфицированных выросло почти в два раза. Ухудшение эпид-обстановки в первую очередь связано с расслаблением граждан в предпраздничные дни. Наибольший процент приходится на Панфиловские, Коксусские, Толгарские, Ильиские и Уйгурские районы. В этот список также входят города Талдыкурган и Текили. Панфиловский район входит в красную зону, Талдыкурган, Текили и Уйгурский район в желтой. Добавлю, что свою работу начали восемь санитарных постов. Поправки внесены и в процесс образования. Так, в целях обеспечения качества получения знаний с третьей четверти учебного года для девятого, одиннадцатого и двенадцатого классов предусматривается комбинированное обучение. 70% предметов в традиционном формате, 30% дистанционно. Это касается и студентов вузов и колледжей. На сегодняшний день в 59 колледжах области обучение проводится дистанционно. В них обучаются более 30 тысяч студентов. В 11 колледжах учащиеся получают образование в штатном режиме. Всего обучаются более 1200 студентов. В настоящее время в области антиковидные препараты в аптеках имеются в достаточном количестве. При этом оптовые и розничные цены на них не превышают предельной цены, утверждённой Министерством здравоохранения. Руслан Нурмуханбетов, Абзал Нусипов, телеканал ЖИЦУ. Реализация 17 крупных и свыше 20 малых проектов. С таким результатом Ильийский район завершает уходящий год. Один из них – новая автозаправочная станция на трассе Алматы-Хабшигай. Инвестиционный проект стоимостью полтора миллиарда тенге осуществлён компанией «Компас Групп». В церемонии открытия АЗС принял участие заместитель Акима области Серик Турдалиев. Стоит отметить, реализация проекта способствовала решению вопроса по трудоустройству местного населения. Более сотни жителей близлежащих населённых пунктов приняты на постоянную работу. Наряду с этим новая АЗС имеет и свои преимущества. Здесь расположился ресторан и небольшой магазин, что немаловажно для комфортного ожидания пассажиров и водителей. К слову, в текущем году в Ильийский район было привлечено инвестиции на сумму порядка 8 миллиардов тенге. На сегодняшний день в районе насчитывается 98 проектов в сфере строительства, 16 проектов в промышленности, также 21 новый проект, также около 40 проектов в сфере предпринимательства. Чужих детей не бывает, уверены члены ассамблеи и Центра общественного согласия. В преддверии Нового года сотрудники областного учреждения решили подарить праздник ребятам из малообеспеченных семей. На средства, собранные работниками учреждения, а также благодаря помощи меценатов, были закуплены сладости. В результате новогодние подарки получили 120 детей, проживающие в дачных массивах города Талдыкурган. Вкусные сюрпризы ребятам вручал главный персонаж Нового года, Дедушка Мороз, со своей внучкой Снегурочкой. Дети не бывают чужими. Дети это все наши, наши казахстанские дети, поэтому они все ждут новогоднего чуда, они всегда ждут подарков. Что мы взрослые сделали. Я думаю, что нашим примером последовали многие организации Алматинской области. Я думаю, они тоже счастливые своих маленьких детишек. А вот пожарные обходят дома с другой целью. 30 фактов возгораний в отопительный период зарегистрировано в городе Хабшигай с начала текущего года. В результате погиб один человек. Примечательно, что львиная доля возгораний происходит именно в жилом секторе. Для недопущения дальнейшего роста несчастных случаев сотрудниками ЧАЭС проводится ряд превентивных мер. Самым действенным из них остается подворовой обход населения. По сложившейся традиции спасатели начинают рабочий день с обхода жилого сектора. Основной акцент делается на проверку печей и дымоходов и электронагревателей. Хозяевам в случае нарушения даются рекомендации по их устранению. Вручаются памятки на противопожарную тематику. Горючие вещества, веники, дрова, всё вблизи печи. Печи это держать нельзя. Также чистить дымоход не реже двух раз за сезон. Спасибо, что каждый раз приходите, предупреждаете нас, даёте советы всякие. Мы сейчас прочитаем памятки, будем выполнять всё, как сказано. В приоритете у спасателей социально уязвимые слои населения. Их проверяют в первую очередь. В случае выявления нарушения брендмейстеры сами латают щели в печах и чистят дымоходы. Кроме того, 141 семья получила новейшие датчики определения угарного газа. И это лишь начало. Также планируется с местными исполнительными органами прорабатывается вопрос установки остальным социальным слоям населения в жилых домах установки газоанализаторов и также датчиков угарного газа. Всего в городе Капшага имеется свыше 8 тысяч домов. На сегодня брендмейстеры обошли ровно половину. Профилактические рейды будут проводиться еженедельно. Сейчас самое холодное время года, а значит и самый пожароопасный период. Дамир Анитов, Ержан Десен, Телеканал ЖИЦУ. 17 дней до парламентских выборов в Талдыкургане свою предвыборную программу презентовала Народная партия Казахстана, в рамках которой проводится акция «От двери к двери». Молодежь, как самая активная часть нашего общества, перед выборами решила еще раз доказать это, тем самым включившись в акцию «От двери к двери», суть которой – донести до каждого талдыкурганца основные положения предвыборной программы Народной партии. Цель акции – донести до тех людей, которые, возможно, и не выходят из дома. Сейчас как раз в Талдыкургане очень холодно, поэтому многие люди стараются, может быть, и не выходить в связи с карантином тоже. Поэтому мы, соблюдая все меры карантина, установленные санитарным врачом Амантинской области, начинаем свою агитационную деятельность. На данный момент у нас 20 агитаторов, которые активно будут работать в этом направлении. Акция будет продолжаться до окончания предвыборного периода. Далее мы сейчас также работаем в регионах нашей области. Подобная акция продолжается не только в городе Талдыкурган, так же и во всех остальных районах городов, 20 районов городов Амантинской области. По словам представителей политического движения, приоритетные направления программы Народной партии Казахстана находят широкий отклик у населения. Мы были в Каратальском районе, в городе Уштобе, где встречались с работниками образования, общественности и малый и средний бизнес. Мы увидели отношения рабочих, работников, жителей этого региона. Естественно, есть и недостатки в этой работе. Есть мнение, что предстоящие выборы будут очень сложными, и народ не совсем поддерживает. Но мы постарались переубедить свой электорат, что нужно проявить большую активность и пойти всё-таки на 10 января на голосование. Народная партия Казахстана сейчас работает по 10 основным инициативам, которые нашли отражение предвыборной программе. По их мнению, в стране нужно пересмотреть подходы не только к развитию экономики, но и к социальной защите. Образование, например, должно стать бесплатным, а медицина более доступной. Гульназ Мустафан, Адир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Резной сундук из дерева, уникальная статуя деревянной лошади, невероятно притягательные фотоснимки. Всё это работы ЖТСУса Жениса Исхабая. Перечисленные экспозиции известного фотографа, художника, члена Союза журналистов, фотохудожников Казахстана теперь доступны широкому кругу ценителей прикладного искусства. Персональная выставка мастера проходит в Карасайском районе Алматинской области. Популяризация произведений в национальном стиле – главная цель мероприятия, говорит его автор. До 30 декабря продлится персональная выставка известного в области молодого фотографа и дизайнера Талдыкурганца Жениса Исхабая. Она проходит в Большом торгово-развлекательном центре «Апортмол» в Южной столице. На суд зрителей он представил самые разнообразные фотоработы и резные изделия из натурального дерева, выполненные в национальном колорите. Для профессионального фотографа важно запечатлеть тот самый момент, чтобы передать атмосферу, дух и настроение сцены. Тогда композиция будет понятна каждому зрителю. Женис Исхабай – талантливый фотограф. Будь то природа, портретный жанр или спорт, его труды – это гармоничное сочетание противоборствующих стихий. Сотни зрителей уже оценили работы, представленные на персональной выставке. У меня уже состоялось три персональные выставки в Талткургане, Алматы и даже в Нью-Йорке. Мы должны стараться показать своё мастерство, свои работы всему миру. Творческий талант Женис Исхабай унаследовал от деда. Тот мастерски вырезал статуэтки коней из берёзы. Сегодня Женис мастерит их сам. Экспонат лошади на выставке привлёк внимание не только взрослых. Чтобы посидеть на деревянном скакуне, выстроил живая очередь из мальчишек и девчонок. Как говорит Женис, это лучший комплимент его творчеству. Мои дети очень довольны. Здесь на выставке они увидели очень много интересных экспонатов. Но больше всего им понравилась деревянная лошадка. Я уже задумался о её приобретении для своих ребят. Поскольку она из натурального дерева, экологичное изделие, а это весьма полезно для здоровья. По мнению дизайнера, его изделия – это не просто развлечение для детей, но и гимнастические снаряды. На них можно разминать и укреплять мышцы ног, спины, поясничного отдела. Ведь нынешнее молодое поколение страдает гиподинамией. А потому деревянная качалка под названием Куа-Куа послужит идеальным вариантом для физической разгрузки. «Эта качалка поможет отвлечь детей от гаджетов. Ведь молодому организму нужно развиваться и физически. Благодаря деревянной игрушке улучшается кровообращение, и дети получают хороший заряд бодрости». Посетители выставки с удовольствием раскупают привезённые экспонаты. Как детские игрушки-качалки, так и резные сундуки и шкатулки. Свои работы Женя Сыскобай демонстрирует и на своих страничках в социальных сетях, пропагандируя национальное творчество и искусство казахского народа. «Если вы разместите сообщение в социальных сетях, его увидит весь мир. К тому же, после просмотра многие иностранные граждане проявляют интерес не только казахской культуре и искусству, но и Казахстану в целом». Как творческий человек Женис Сыскобай каждый день посвящает своему ремеслу. Как патриот своей родины, он мечтает построить фабрику по производству игрушек в национальном колорите. Казахстан перешел в желтую зону по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передает Тенгринюс Киезет. По состоянию на 25 декабря в красной зоне находится Атырауская область, в желтой зоне – Алматы, Нурсултан, Кустанайская, Акмолинская, Североказахстанская и Павлодарская области. Все остальные регионы страны находятся в зеленой зоне по темпам распространения коронавируса. Напомним, до сегодняшнего дня Казахстан находился в зеленой зоне. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено более 150 тысяч случаев. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сегодня рассказал, как будут учиться старшеклассники в третьей четверти. Это очень важное решение, касающееся тех детей, которые будут сдавать итоговую аттестацию и госэкзамены. Речь идет о выпускниках 9-11 классов. Для них это очень важно, отметил министр на брифинге в службе центральных коммуникаций. 70% от всей программы дети будут изучать в традиционном формате, а 30% – в дистанционном. По словам главы ведомства, в вочной форме пройдут уроки казахского, русского и иностранного языков, а также физика, химия, алгебра и несколько других предметов, по которым сдают экзамены и ЕНТ. До среднего звена, которому до сих пор запрещено посещать школу, в третьей четверти станут доступны консультации в группах топ-5 человек. Будут соблюдаться требования санитарных норм. Ни одного преступления за три года не произошло в одном из аулов Туркестанской области, сообщает полиция КИЗ. Он расположен в Толибийском районе, в сельском округе Жогар-Гахсу. В его состав также входят аулы Сар-Харама и Мадинеет. Тут проживает более 2,5 тысяч жителей. Это более 400 семей. Жогар-Гахсу и аулом назвать сложно, потому что здесь созданы все условия для комфортного проживания. Но самое главное, здесь безопасно. Старики делятся своими жизненными советами и воспитывают подрастающее поколение в духе патриотизма. Благодаря такому подходу и воспитанию молодые люди избегают вредных привычек, а в ауле не допускается правонарушение. Двое 20-летних мигрантов попали под пригородный пояс в итальянской коммунии Куй-Лиано, расположенной в провинции Савона. Жертвы несчастного случая были частью группы из 10 человек, попытавшихся добраться до Франции. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. На место прибыли машины скорой помощи и полиции. В полиции указывают, что в последние недели подобные случаи участились. Стражи порядка перехватывают нелегалов возле пунктов взымания платы за проезд на автомагистралях. Никто из них не говорит по-итальянски и не знает географию местности, заявляет в полиции. Акции китайского гиганта сетевой торговли Alibaba Group упали на более чем 8%. Так инвесторы отреагировали на начатое государственным регулятором КНР расследование в отношении корпорации. Менеджмент Alibaba Group подозревается в монополистических действиях. Пресс-служба корпорации отметила, что готова и будет способствовать разбирательству, добавив, что продолжает работать в обычном режиме. Юстиция предполагает, что Alibaba Group могла оказывать давление на более мелких участников рынка, заставляя тех подписывать соглашение на торговлю уже с продукцией на заведомо невыгодных условиях. Известные российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев стали инициаторами массовой драки. Ситуация произошла во время турнира Fight Nights Global в Москве. Дерущихся разняла полиция. В итоге турнир был прерван. Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global в октябре 2018 года. Тогда бой завершился в ничью. Мороз и солнце – день чудесный. В Талдыкургане по инициативе городского акимата открылся новый каток. Ход для всех бесплатный. Для тех, у кого коньков нет, их можно арендовать. Цена вопроса – всего 100 тенге за час. Первые гости уже оценили качество льда. Новый каток расположился на городском пляже возле студенческого общежития в микрорайоне Каратал по улице Назарбаева. Льдом покрыли 600 квадратных метров. Посетить ледовую площадку может каждый желающий. Мы открыли каток для горожан в дневное время. Могут приходить, кататься. У кого есть коньки, пожалуйста, приходите. Без оплаты можете кататься. Если у кого нет коньки, здесь мы пригласили предпринимателя. Час, 100 тенге. Могут приехать, взять коньки и покататься. Для некоторых горожан новый каток – настоящая радость. Ведь сейчас специальные заведения – большие очереди. А тут развлечения на свежем воздухе, используя для здоровья. А также качество ледового покрытия ничуть не уступает коммерческим ледовым каткам. На открытие люди пришли с семьями. Мы вот сегодня приехали на каток. Прочитали в инстаграме, что открывается каток на пляже. Решили попробовать, взяли свои коньки и всей семьей решили отправиться на каток. Это просто замечательная идея. Очень довольны. Получили позитив энергии, много положительных эмоций. Поэтому занимайтесь спортом, приезжайте обязательно и катайтесь на коньках, учитесь. У нас семья спортсменов. Бабушка с дедушкой спортсменами, мама с папой, я. Каждый год катаюсь на коньках. Мне это очень нравится. Хорошо кататься. Очень круто. Временных ограничений посещения катка нет. Главное, о чем убедительно просят специалисты – это максимально строгое соблюдение санитарных норм. Алексей Цуя, Блэкутыкбай, Телеканал ЖТСУ. Движение вверх. Сборная Алматинской области по лыжному двойборю приступила к завершающему учебно-тренировочному сбору на международном комплексе лыжных трамплинов «Сунгар». Уже в начале следующего года спортсмены из Семеречья примут участие в турнире за Кубок Казахстана. Махжан Амангильды посвятил себя лыжному двойборю еще шесть лет назад. За это время спортсмен завоевал немало наград и закрепил свои позиции в таблице лучших спортсменов Казахстана. На данный момент список его регалий только пополняется. Для этого он тренируется каждый день. На следующий год летающий лыжник намерен завоевать Кубок Казахстана и войти в тройку лучших на международных чемпионатах. Стоит отметить, что он представляет не только сборную области, но и сборную страны. Этот год был сложен. У нас соревнований вообще не было. Сборы только начались. У нас были три сбора последних. А еще вот теперь с января начнем ездить на соревнования. Ну, цели есть. Хочу в континентальные кубки 30-ку войти и на чемпионат Казахстана третьим месяц занять. Необходимо также отметить, что 50% лыжников, двоеборцев, входящих в национальную сборную, спортсмены именно из Алматинской области. Всем им удалось войти в главную команду благодаря созданным условиям. Спортсмены тренируются в Толгарском районе на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» и в Алматы на комплексе лыжных трамплинов «Сунгкар». Эти спортивные объекты соответствуют всем международным стандартам. Сегодня они проходят как бы отборочный цикл на будущий чемпионат мира, межконтинентальный кубок, который в следующем году будет выходить на чемпионат Азии. А с нашей области ребята, которые подарят большие надежды, это Амагель Дмахжан, Бачкарев Игорь, Харшалов Абзал, Арусаев Эльдар, наши вот ребята, которые сейчас выступают. Есть еще перспективные молодые ребята, которые выступают. Будем надеяться, что на следующий год они выступят на этих же соревнованиях на высоком уровне. Лыжные двоеборья – олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. По итогам двух дисциплин определяется победитель. И потому важно работать не только над техникой исполнения прыжков, но и на выносливость и силу. В кубе получается мастеровитый спортсмен, способный выигрывать сразу в двух видах, заверяют тренеры. Сейчас сложная ситуация из-за пандемии, поэтому мы ждем, когда нам разрешат открытие, и мы поедем уже представлять страну, защищать флаг на континентальных и международных кубках. Сборы у нас в основном были направлены на выносливость скоростную, то есть дистанцию и оттачивание техники прыжка с больших трамплинов. Работали в пандемию, не прекращая. Сейчас сбор направлен больше на прыжковую технику с 90-метрового трамплина. Напомню, ЖТСУцы намерены завоевать Кубок страны, соревнование за который пройдет в январе следующего года. Затем под флагом Казахстана сборная примет участие в континентальных гонках. Алексей Цой, Габит Кабдархман, телеканал ЖТСУ. Такой сложилась информационная картина этого дня. Я желаю вам удачных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин